здравствуйте дорогие друзья давайте поговорим про 42 стоянки которая описывается в нашей недельной главе смотрите тора которая только одно слово там иногда говорит там как громадных событий 42 стоянки описывает написано что это соответствует 42 странствиям который любой человек совершит течение жизни заранее до он придет до конца вот запланировано 42 остановки там у него будут каких-то 42 события сначала мы появляемся на свет это подобно как исход из египта 1 а в конце жизненного пути 42 это уже духовная земля обетованная жизнь после ухода из мира и хотя некоторые промежуточные переходы сопровождаются и падением и отступлением все эти этапы нашего духовного пути задуманы только для позитивных изменений если даже мы этого не замечаем так оно и есть и хотя на вот этих этапах жизненного пути мы должны стремиться сделать правильный выбор нужно понимать что даже ошибки и падения они становятся опытом способствующим духовному росту есть интересная вещь вот написано что одной из самых великих имен всевышнего которая лежит в основе молитвы состоит тоже из 42 букв и вот столько было перемещение по пустыне и это связано с переходом из одной действительности в другую и раби хаим паладжи говорил что перечисление 42 двух стоянок через которые проходили в пустыне настолько велико что она останавливает эпидемию любую что каждый кто будет читать этот отрывок ему в этот день будет способствовать удача и он перечислил от эпидемии аннулирует гнев всевышнего от всех царот от из тупиковых ситуаций дает силу для похождения различных сложностей в жизни человеку достаивается исправление так далее то есть величайшая вещь она соответствует сейчас подождите с молитвой попозже раби шимон из астрополя составил особый порядок от изгулы и она спасла людей когда была вот эта знаменитая эпидемия чумы они спаслись почему 42 стоянки и раши объяснил что сказано как что всевышний сломаши перечислим все те места где они гневили меня что такое здесь объясняет объясняют что перечисление стоянок аннулирует гнев почему мы не знаем бог устроил этот мир они мы но так написано и раби циадиха коэн с говорил что 42 остановки это параллельно 42 буквенному имени всевышнего и молитве она беков есть такая молитва кто все дуры знает ее небольшая молитва но знаете я просто советую у кого есть время и желание хай молочник написал потрясающую книгу объясняющую эту молитву такого размера она переведена на русский язык на на сайте есть вот например там рабинович литбрари библиотека почитайте очень интересно и там поймешь насколько великие люди насколько мы еще ничего не понимаем вообще свобода выбора это главное отличительное свойство человека в человеке отражаются качество бога и вот свобода выбора одна из них бог независим своих действий и мы тоже иногда можем действовать самостоятельно этой возможности лишены все творения написали мудрецы ни одна молекула ни одно животное ни одна планета не может что-то сделать выходящие за рамки своей программы а только люди выбирают каким поступить и все зависит от того как они увидят этот мир как они поступят как мы с вами что что мы увидим что мы сделаем это мир есть маленькая притча я когда-то рассказывал на есть смысл тут повторить одна женщина ей приснился сон что за прилавком магазин она зашла стоит сам бог она ведь боже это ты он ли да это я а что у тебя можно купить если бог улыбнулся я бог у меня можно купить все тогда я хочу купить дай мне вот здоровье счастье любви успеха денег и так далее бог улыбнулся пошел заказанного сколь он вернулся вниз такой спичечный коробок дает женщина на это все он ряд да да разве ты не знала что у меня продаются только семена вот бог дает нам семена а мы сами выращиваем на этой земле мы вот сильные люди которым бог дал невероятные возможности мы выращиваем те семена которые он нам дают кто-то выращивает красивую розу а кто-то сорняки все зависит от нас и нам это говорят 42 раза мы шли по пустыне 42 раза мы проходили духовные это и странствия и все эти странства каждое из них зависело от нас каждом из них мы могли выбрать написано я даю тебе право выбрать жизнь или смерть выбери жизнь бог нас плена просит выбери жизнь мы все время просим своих детей выбери правильную дорогу не делай так почему потому что мы понимаем но бог понимает все и поэтому он старается нас предупредить а выбор всегда за нами брахава от слаха всего самого самого лучшего